Нью-Йорк признано считать одной из мировых столиц стиля. Это город, где задают модные тенденции для всего мира. Мы решили выйти на улицы города Нью-Йорка днем в рабочее время и прогуляться, посмотреть во что одет Нью-Йорк сегодня. А затем мы предложим вам 4 собирательных образа нью-йоркских модников лета осень 2015. Если вам это интересно, оставайтесь с нами. Мы попросили девушек продемонстрировать свой наряд и мы также спрашивали их, во что они одеты. Практически все девушки без опинки назвали бренды своей одежды и аксессуаров. Ни одна девушка не отказала нам. Даже наоборот, многие хотели репрезентировать нам свой аутфет. Наблюдая за здешними модницами, мы можем смело сказать, что девушки в Нью-Йорке носят и предпочитают достаточно нейтральные цвета и формы. Они обожают сочетать несочетаемое. Легкие платья и кроссовки – это будет само то. Нью-Йоркские модницы ни в коем случае не забывают про аксессуары. Именно при помощи них они создают свой особенный образ. Другой отличительной чертой нью-йоркских модниц является комфорт. Девушки здесь ни при каких обстоятельствах не собираются жертвовать своим комфортом ради красоты. Днем в Нью-Йорке вы, возможно, встретите только лишь одну девушку из десяти, на которой будут одеты каблуки. Целый день мы бродили по улицам Большого Яблока. И мы решили показать вам четыре стиля из одного образа, как девушка Нью-Йорка оделась бы сегодня. На улицах Нью-Йорка выглядит, как будто бы у многих девушек есть пирсинг, но на самом деле это все женские хитрости. Это клипсы, которые вы можете убирать и обратно вставлять, когда вам захотелось. Сказать, что мне нравится пирсинг где-то на лице или вообще в принципе пирсинг, я не могу. Но если вы меня спросите, выглядит ли это по-нью-йорски, я отвечу уверенно да. Что касается мейкапа, то глаза слегка накрашены, а то и вообще не накрашены. Ну а большой акцент идет на яркую помаду. Она будет либо красного цвета любых оттенков, либо фиолетовая. Практически у каждой девушки-модницы на каждом пальце было по несколько колец и перстней. Шляпа в этом сезоне, по мнению девушек, это неотъемлемая часть гардероба. Какой образ понравился тебе больше всего? Пиши в комментариях 1, 2, 3 или 4. Победителем конкурса «Творческий проект Нью-Йорк и иностранные языки» становится Евгения Андреева. Женечка создала шикарный дневник путешественника. Поздравляю тебя и я думаю, что мой подарочек тебе особенно пригодится. А также я хочу сказать всем участникам огромное вам спасибо. Не переживайте, конкурсы еще будут и вы выиграете обязательно один из них. Подписывайся на мой канал, чтобы всегда узнавать первым о всех приключениях и новинках города Нью-Йорка.